В этом году впервые старт сезона ночной хоккейной лиги принял сельский лед. Четыре команды, среди которых двукратный чемпион НХЛ в Омской области Титан и бронзовый призер двух прошлых сезонов команды 5-й Легион и Крес Агра. Принимали же гостей на своем льду хоккеисты и сельпульского форкоста. Здесь расположен один из областных крупных льдов и дворцов с искусственным льдом. Сегодня в городе Исельпуль одна из сильнейших детских хоккейных команд. И, конечно же, для популяризации в дальнейшем хоккея мы, такое яркое и крупное мероприятие, решили дать старт именно здесь, в городе Исельпуль. Все должны понять, все должны приобщиться к этому движению, к здоровому образу жизни. Я именно начинаю хоккейная лига, чтобы воочию убедились, что это не какая-то сказка, что люди играют с президентом в одной команде. Это воочию можно заниматься, трудиться и идти к этой мечте, и она придет. Так что мы наглядно показали, вот эти вот ребята Титан, они в этом году уже все с президентом пообщались и поиграли. Так что и команда в Исельпуль, и в других в Тюкалинске есть. Надо только маленько их разбудить, и у всех будет интерес и желание в этом участвовать. А мы в этом будем всячески их поддерживать. Встреча впервые была проведена в формате кругового турнира. За два дня команды сыграли шесть матчей. Лидеры определились уже по итогам первого дня, когда Титановцы уверенно переиграли пятый легион, а Форпост обошел Крес-Агро. Между собой же сильнейшие коллективы сыграли в ничью. В финальный день Крес-Агро и пятый легион боролись за бронзу турнира, которая в итоге досталась нововаршавцам. Титан же и Форпост решали судьбу первого места по разнице забитых и пропущенных шаек. Перевес в итоге оказался на стороне Титановцев. Удивился, что ребята из Форпоста местные так создали, очень сильно сопротивлялись и имели шанс даже выиграть. Для нас это хоккейное событие очень важное. Можно сказать, параллельно с ночной хоккейной лигой мы открываем свой сезон. Очень приятно было принять участие на правах хозяев в данном турнире. Посмотрели свою команду тоже, можем ли мы соответствовать уровню ночной хоккейной лиги. Ну, к сожалению, мы проиграли по разнице шайб, но это ничего страшного. Как бы сезон только начинается, это проверка всех команд. Поэтому было очень интересно. Большое спасибо организаторам. Также были награждены самые ценные игроки в каждой из команд. Лучший вратарь, защитник, нападающий и бомбардир турнира. Уже в этом месяце любители хоккея ждут первые игры ночной хоккейной лиги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА